Есть такой вопрос, который задали по перископу. Если человек выиграл грин-карт-латарею, и при этом у него есть контракт на 7 месяцев в другой стране, в течение 7 месяцев он не может въехать. И, естественно, задается вопрос, как быть в такой ситуации, если он обязан какими-то узами контракта. Я думаю, что по законам и по правилам миграционных служб человек обязан въехать первые 6 месяцев, которые предоставляются, и, естественно, никого там не будет волновать. Есть какие-то контракты, есть какие-то обязательства, которые человек должен выполнить. Наверное, придется выбрать из двух зол одно. Если человек хочет приехать в Соединенные Штаты, это очень важный вопрос. Наверное, нужно этот контракт прервать каким-то образом и все-таки следовать правилам, которые устанавливают иммиграционные службы. Вот такой вопрос. Родился ребенок, закончилась виза B1 туристическая, то есть пребывание по этой визе в течение 6 месяцев, что делать? Есть несколько вариантов. По закону родившийся ребенок не дает право родителям получать какой-то статус. То есть, в принципе, если родители приехали сюда по гостевой визе, и родился ребенок, они обязаны по закону подняться и уехать по истечении 6 месяцев, то есть это будет правильно. И тогда, если у них есть желание приехать и получить какой-то статус, или за границей получить, или здесь, то уже как бы обращаться после приезда, после возврата в свою страну, поскольку, если они будут оставаться здесь более 6 месяцев, то необходимо либо продлевать это присутствие, то есть адмишин, либо подавать на статус и так далее. То есть решать этот вопрос каким-то образом, но ни в коем случае не надеяться на то, что рождение ребенка может как-то повлиять на их собственную статус. Но я понял так, что уже срок истек. Остается ли возможность, например, поехать домой и быть при этом, ну как бы, ни в статусе, ни в черном списке? Да, во-первых, есть возможность подать петицию на продление перебывания здесь. До истечения. То есть, если люди, да, до 6 месяцев. А если они уже пересидели, как бы, это уже своего рода нарушение, и как бы рождение ребенка не сможет исправить эту ситуацию. Если родители намерены остаться здесь, вопрос был не совсем ясен, то тогда им можно подавать на статус беженца или, например, оформляться как-то, если они еще были в статусе, на какие-то другие визы рабочие, например, или на студенческие визы. А если они уже перебыли 6 месяцев, то, естественно, это уже нарушение, и это как бы нехорошо, даже если ребенок родился в этой стране. Давайте я уточню, там вопросов много, я тоже одним глазом почитываю, ребят. Я хочу сказать, давайте мы поговорим про родившегося в США ребенка, и насколько это делает его гражданином. Есть такое мнение, что ребенок, который родился в США, это уже гражданин США. Это так, или он имеет право обратиться за гражданством в достижении 21 года? Вот как быть? Значит, есть такой принцип территории, то есть он действует в США. Если ребенок рожден на территории США, он уже является гражданином. Естественно, нужно пройти какие-то формальности для того, чтобы получить документы, то бишь, birth certificate. То есть он таки, да, вот этот naturally born US citizen. Да, то есть очень многие приезжают рожать специально в США, чтобы ребенок впоследствии стал гражданином. Когда ребенок, допустим, приехали люди, я не знаю, из Татарстана, родили ребенка, уехали в Татарстан. Потом ребенку 21 год, например, да, он может обратиться за паспортом? Или вообще вот, или ему скажут, знаешь чего, там, вот тебе вот этого этого не хватает. Вот он вроде как naturally born, но паспорта у него при этом нет. И вот какие-то препятствия у него будут? Или он скажет в любой момент, пришел, паспорт получил и поехал в США? Он может в любой момент получить паспорт и поехать в США. Но не с родителями? Нет, не с родителями. И родители, он может как бы подать на родителей, на воссоединение только после достижения 21 года. И там есть еще ряд факторов, то есть это уже, которые нанизываются, да, дополнительно к тому, что ему должно быть 21 год, он должен проживать на территории США, иметь определенный достаток и так далее. То есть достаток нужен? То есть он не может привести кого-то на иждивение страны? Естественно. То есть в любом случае, когда вы воссоединяете родственников, вы подписываете affidavit of support. Это договор с государством о том, что вы будете... Вот ваши вопросы распечатывались. Это вопросы с Ютуба. Так, тогда вы уже координируетесь друг с другом. Да, ты следующий. Значит, был такой вопрос. Если при подаче на политическое убежище в кейсе муж и жена, нужно ли на обоих собирать какие-то доказательства, документы или собирать только на основного заявителя? Ну, в принципе, если муж с женой подает в одном кейсе, и даже если основной заявитель предоставляет какие-то документы, а он, в общем-то, должен предоставлять все документы о том, какие были притеснения, какого рода, значит, жена как бы все же проходит по этому кейсу, и, наверное, раз они живут совместной жизнью в той стране, из которой они просили асайлом, естественно, с ней тоже что-то происходило. То есть можно предоставлять дополнительные документы, это как бы не острая необходимость, но в основном документы должен предоставить основной заявитель. Поэтому он и называется основной заявитель, потому что он должен как бы больше показать эвиденс и какие-то вещи, которые создавали проблему для их жизни в этой стране. Но, в принципе, если жена имеет какие-то дополнительные доказательства, это не помешает кейсу, а только укрепит его. Иногда бывает несколько направлений, иногда бывает, что муж по национальному вопросу страдал, а жена, допустим, страдала по религиозному вопросу. То есть это можно объединить в одном кейсе и несколько доказательств разного рода предоставить. Одно другому не мешает, но главное предоставить на основного заявителя муж или жена, неважно кто, подает как основной заявитель. То есть важно предоставить на них доказательства, свидетельства из травмпункта, может быть, какие-то другие вещи, какие-то проблемы с полицией, может быть, проблемы с властями и так далее. Пожалуйста. Следующий вопрос. Может ли супруга человека с визой H-1B работать официально в США? Значит, супруга официально работать не может. Есть, это буквально как бы новое введение в законодательстве. Если фирма, на которую работает супруг с H-1B, подала на грин-карту, то в период ожидания супруга может подать на разрешение на работу. И тогда, когда она получит одобрение этой application, тогда она может получить право на работу. Но это как бы такое небольшое исключение. Вообще-то нет. Кстати, а вот там недавно было там расширить квоту, там что-то там для супруга, там возможность работать. Это вот я об этом говорю, то есть, в общем-то, как бы правило супруга не может работать, но как исключение из правила, только когда фирма, а в employment-based visas подает, петишнер, это фирма, работодатель. Работодатель. Да, на Ай-140, когда уже подали, и вот пендинг, то есть в статусе ожидания находится ваша петиция, то тогда она может получить право на работу. Вопрос. Какой лучший способ попасть в США, если по формальным признакам виза не светит? Спасибо. Вопрос интересный, потому что если вы уже пробовали получить визу и вам отказали, это как бы один вариант. Но если вы сами считаете, что по формальным признакам вам виза не светит, то я рекомендую все-таки как бы заполнить application и пойти в посольство и податься. Ну, еще, конечно, многое зависит от вашей цели. То есть, если, скажем, вы едете по туристической визе, и у вас есть программа, вы купили билеты или сделали бронь, у вас есть недвижимость, что показывает, что вы останетесь в стране проживания. То есть, все это берется как факторы и как бы в комплексе рассматривается офицером. Поэтому я бы не советовала вам просто решать, что виза вам не светит и как бы не пытаться. То есть, всегда следует пытаться. Если вам уже отказали, и, кстати, был такой вопрос, если мне уже два раза отказали в визе, когда я была как бы одна, а потом я вышла замуж, у меня уже ребенок, стоит ли мне подаваться? Конечно, стоит. То есть, у вас изменились обстоятельства. Вы можете податься как семья, опять-таки, если вы подаетесь на туристическую визу, сформулировать программу поездки, заказать билеты и так далее. И попадаться, опять-таки, это абсолютно, спасибо, это абсолютно, как бы, каждая ситуация, она уникальна. Поэтому нельзя, базируясь на мнении ваших знакомых, которые сказали, что нет, вы не пойдете, поскольку у вас А, Б и С, говорить, что сто процентов вам ничего не светит, потому что офицеры, они настолько в каждой ситуации подходят по-своему. То есть, честно говоря, даже ситуация зависит от того, с какой, с правой или левой стороны встал сегодня офицер. Какое у него было кофе и так далее. Все вот эти документы, там, справка, выписка, банка, все, там, они должны быть оригиналы, никаких сканов, там, вот, и вот, афидоритов, суббор, я вот, если я маме могу просто в интернете распечатать, я должен сам отправить туда мой подписанный документ или скан достаточно? Это все могут быть копии, при этом, опять-таки, интервью может проходить настолько гладко, гладко, что этих документов могут и не потребовать. Он просто спросит там, да? Да, то есть, он может даже их не спросить. У меня были случаи, когда клиенты готовились заранее, все финансовые документы, документы о недвижимости, все как бы несли с собой, их не спросили ни единые документы, они прошли. А были клиенты, которых все спрашивали, и они не прошли. То есть, конечно, хорошо иметь какую-то базу, да, если вдруг спросят. Какие-то доказательства дополнительные, чтобы показать, что, да, вас что-то держат в стране, да, у вас есть уже цель поездки, ну и так далее. Да. В плане сроков, то есть, сейчас у меня, допустим, есть достаточный доход у меня для того, чтобы сделать эфидеритов супер, достаточно для иммиграционных властей, а через полгода я, к примеру, потерял работу, но в это время уже эфидерит как бы в процессе действует, да. Да, и тут как-то на эту, смотрят на эту ситуацию. А можно как бы уточняющий вопрос? Вы имеете в виду эфидеритов суппорт, который для воссоединения... Для воссоединения с родителями. Значит, когда вы подаете эфидеритов суппорт, то берется информация за три года предыдущие, да, но вы должны предоставлять только последний текст-ритерн. А что значит берется информация за... Вы, когда его будете заполнять, там, вы должны предоставлять информацию за последние три года по текст-ритерн, то есть, какие у вас были доходы. Вы вписываете там за последние три года, начиная с вот последний год, который вы подавали по налогам, да, вы вписываете, ну, если мы будем говорить, как бы уже по формам налоговым, то вы берете 1040 и вы берете свой gross income, смотрите на то, сколько у вас там по текст-ритерн gross income и вписываете. Вот. Также вы должны предоставить current income, то есть тот доход, который у вас есть сейчас. Ага, и смотрят, а не по current. Да. Если у вас там через пять месяцев что-то изменится, как бы это не имеет значения, потому что вы уже подали свой текст-ритерн, извиняюсь, свой эфидевитов суппорт, вот, и их интересуют иммиграционные власти, интересует ситуация на момент подачи эфидевитов суппорт. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно спросить? Да. Я в процессе, ну, получения туристического бюджета, еще интервью не было. У меня семья брата и родители хотят получить туристическое визу, ну, визу, поэтому не посещение. Как лучше, может быть, сначала получить там, допустим, двоим людям, и потом остальным? Или имеет смысл всем сразу получить? А у меня вопрос сразу. Фамилия у вас и у брата одинаковая? Одинаковая. Значит, это может, конечно, послужить препятствием, но, как бы, конкретный вопрос, если брату задают конкретный вопрос, ваш брат подается на политическое убежище, то есть такое тоже могут спросить во время интервью. То есть, естественно, он не может спрятать, он должен сказать «да». Но, если конкретного вопроса не прозвучало, и интервью идет, как бы, по накатанной, то, ну, тогда отвечать нужно на поставленные вопросы, скажем так. Но, как вы думаете, может быть, я просто думаю, может быть, они хотят всей семье, да, подать, но, я думаю, может быть, сначала, допустим, брату и маме, и потом только и семье. Вы знаете, это, как бы, уже тактическое решение. Опять-таки, как я говорила уже, это в каждом случае настолько, как бы, ситуация индивидуальна, и все зависит от офицера. То есть, даже если вы, как бы, примете решение, что они пойдут вместе, это не гарантирует, естественно, что им всем одобрят визы. Вот. Я бы, если бы я была на вашем месте, тактически, может быть, я приняла бы решение, чтобы они шли по отдельности. Сначала одни подали, получили. Да. Потом уже через какое-то время остальные. Это, как бы, это, это мое личное мнение. Какие, может быть, дополнительные документы можно... Вот, я вот, первый раз слышал, что эфидевит можно подать, или это я не могу подавать. Вы не можете это подать. Да, потому что у меня нет. Да, у вас пока что вы в статусе ожидания беженства, поэтому, как бы, вы не можете сделать такой эфидевит. Если бы у вас была грин-карта, то да, тогда да. Мы все-таки создаем некоторую запись, и нас еще люди слушают, и многие рекординг создаются. Значит, если вы уже сидите в зале и задаете вопрос, вы должны его задать громко. Громко, потому что я там все время жалуюсь, что вопрос из зала плавно слышно. Поэтому... Это, как бы, с одной стороны, привилегии, с другой стороны, некоторая обязанность. Говорит громко. Давайте. Скажите, а вот у меня такая информация есть, что если я подаю воссадение на маму, там вот есть... Оформляю... Можно ли оформить какую-то страховку, там для нее медикал, кажется, что-то... Вот она якобы должна подписать, что все активы после смерти, то есть это за эту страховку, которую она получит, все активы, они будут прикваживать государство. Значит, у меня сразу вопрос. Вы гражданин, да? Подаете... Я сделаю карту, но я через год буду гражданин. Хорошо. Значит, ситуация. Вы подаете на маму, когда вы гражданин уже стали, да, на воссоединение семьи. Значит, вся помощь, которая не... Непосредственно, как бы, денежная, вы имеете право на нее подаваться для мамы. То есть, food stamps, жилье, страховка. Все это вы имеете право, как бы... Ваша мама на это будет иметь право в статусе green card holder. Ну, а потом... Вы не должны будете за это возвращать деньги. Там единственное ограничение, если вот вы спросили непосредственно по медицинской страховке, значит, long term care. То есть, на long term care, то есть, не дай бог, да, там, хоспис, там, какие-то такие серьезные заболевания, на это green card holders не имеют права. Но на просто рутинные, как бы, медицинские услуги, да, по медицинской страховке. То есть, получается так, вот, допустим, человек привозит родителей, которые пенсионного возраста. И государство разрешает ему их ввести сразу на шею государства. То есть, оно не говорит ему, ты должен их содержать хотя бы какое-то время первое, так и так. Но это как бы не наше... Понимаете, там существует как бы разница, во-первых, между федеральными программами и штатовскими. Да. Это как бы одна разница. И вторая разница – денежные средства непосредственно, то есть, например, SSI, да? Да. То есть, вы не имеете права подаваться на SSI, потому что это непосредственно, как бы, деньги. А на Medicare? На Medicare это... Что же федеральное? Медикал. Ну, я бы, да, я бы лучше подавалась на Медикал, это раз. На Калифорнийскую. На Калифорнийскую, да. Плюс, это не непосредственно, как бы, деньги, которые вы получаете на руки. Это медицинские услуги, да? То есть, вы на это имеете право, как Green Card Holder. Но они не long-term, да? То есть, если она... Да, не long-term. То есть, вот это вот оговорка, которая есть непосредственно в законе. Понятно. А вот как бы, вот мне, я бы, там, знакомую подавали, сказали в Медикале, что они дают Медикал, там, маме, но они, вы должны подписать бумагу, что все ее активы, там, денежные счета, банки отдали государству после ее смерти. Честно говоря, я такое первый раз слышу, вот... У нее условия Медикала. У нее не Дикейт, а Медикала, где в Калифорнии. А сколько маме лет? Моей... 49-го года. 49-го года. И все лет. А что получается? Если emergency ей понадобится, то она не будет иметь права. Нет, emergency, она вообще имеет право в любом случае. Даже если бы у нее не было Медикала или Медикейт, то есть она на emergency имеет право в любом случае. То есть, а это вот Медикал как бы у вас? Честно говоря, ну, мне тяжело как бы вам объяснить, почему у нее попробовали, затребовали подписать такую бумагу. То есть, первый раз в таком слышу. Давайте мы вернемся к нашей линии. Да, да, да. К линии. Может быть, Жанур, есть вопросы, которые вы мне можете прочитать? Да. Так, только громко, пожалуйста. Человек подавал по старому паспорту на грин-карту, но потом поменял процесс, поменял паспорт, и там транскрипция поменялась. Будут ли какие-то проблемы при получении грин-карты? Если он выиграет грин-карту? Нет, он сказал, что подавал на грин-карту, я точно не знаю, что он имел в виду. Значит, если он выиграет грин-карту, то проблем быть не должно, поскольку у него будет два паспорта. И при приезде в Америку он покажет старый паспорт и новый. И тогда инновационные власти смогут понять, что он это он. По правилам лотереи он должен подавать информацию актуальную на момент заполнения заявки. А какой СПЛ у него будет через три года, он же не знает. Естественно. Другой вопрос. Семья приезжает, и вдруг на границе их не пускают, и они решают там, на границе, подать на политическое обещание. И в этом случае, говорят, что обычно сажают. миграционную тюрьму. Что происходит с детьми? Их тоже вместе? К сожалению. Да, то есть это очень такая сложная ситуация, поэтому всем клиентам мы советуем приезжать по туристической визе. То есть тем, скажем так, людям, которые хотят поддаваться на политическое убежище, мы советуем приезжать по туристической визе и потом отсюда уже из Америки поддаваться, чтобы не произошло вот такой вот ситуации, как Вы только что описали. Видимо, имеется в виду, если люди приезжают по B1, и вдруг по какой-то причине их не впускают в страну. А намерение их на самом деле были получить в политубежище. Но, наверное, в таком случае лучше вернуться, потому что это самый легкий и безобидный будет способ для того, чтобы что-то дальше делать. То есть их же не могут не пустить просто так. Видимо, будет какая-то причина. Если это какой-то криминал рекорд, может быть, где-то пробита была вот эта информация, то, наверное, видимо, им все равно придется вернуться, поскольку нельзя просить стадию беженца не попасть в тюрьму. Есть масса случаев, когда человек приезжает по какой-то визе, ему задают какой-нибудь безобидный вопрос. Типа, вот я знаю конкретно парня, ему говорят, а вот у вас написано, что вы в Майами ехали, а вы прилетели в Нью-Йорк. И он теряется и говорит, вообще-то я имел ввиду подать на политическое убежище. Да, но это реальный случай такого такого есть. Вот, поэтому и вот дальше вопрос, чего дальше? Да, из зала у нас вопрос. Причина того, что подали на политическое убежище родственники на границе, это 100% отказ может быть? Нет. Если они прошли собеседование. Кстати, на собеседование тоже может быть отказ. Это какой процент? То есть вообще, то, что родственники подали на политику при собеседовании и при пресечении границы, как это влияет? Вы имеете в виду разницу между тем, когда подают на... Нет, родственники подали на политику, орудственники в России, допустим, пытаются получить визу при собеседовании. Это является причиной отказа? Да, это может быть причиной. или какой-то шанс? Не 100%, но шанс довольно высокий, поскольку они понимают, что уже существует какая-то предпосылка для того, чтобы кто-то приехал и остался, и воссоединился через тех, кто получит политубежище. И если вдруг они получили визу на границе, то же самое, это как бы стопроцентный отказ? Скорее всего, скорее всего, отказ произойдет еще в посольстве, если такое происходит, если они видят, что им что-то мешает. Дело в том, что Светлана раньше тоже об этом говорила, что, конечно, лучше, если родственники вот остаются пока что в стране, и вот, допустим, кто-то из них получил визу и просит политубежище. Естественно, в той же ситуации плачевной находится жена с ребенком, которые, к примеру, остались в стране. Желательно им иметь туристическую визу до того, что он подавался, потому что, если он не подал на политубежище, естественно, никакого рекорда об этом нет, и лучше им, конечно, получить визу до этого. Ну, а усилить это получение можно поездками в Башенгенской визе и так далее. Об этом тоже говорилось. Или получать в другой стране, если в своей не дают. То есть... То есть братьям и родителям единственные шансы это через третью страну получить визу, да? Нет. Марат говорит о том, что лучше получать визу туристическую родственникам до того, как родственники в Америке подались на политическое убежище. Да, но если нет визы. Если нет, тогда уже нужно как бы выходить из ситуации по ходу. Если невозможно получить по-другому, кроме как после того, что кто-то подал, тогда, да, нужно искать какие-то варианты. Либо доказывать какие-то пруфс, которые показывают, что у человека есть недвижимость, к примеру, работа, которая его связывает, свой бизнес. может быть еще какие-то вещи, которые могут доказать, что он не собирается покидать свою страну и собирается только приехать в гости повидаться с тем, кто подал на убежище. Такое тоже бывает. Но, в общем-то, когда вы приходите на интервью в посольство, у миграционного офицера есть установка, что вы априори имеете миграционные намерения. И вы должны доказать офицеру, что вы не собираетесь остаться в Америке. И он задает вопросы с тем, чтобы вы изложили свою ситуацию и факторы, которые вас привязывают к вашей стране проживания. Продолжение следует...